Всем привет! Хочу поведать о критической ситуации в Хантамасийском автономном округе и в городе Сургут, возможно, в целом по стране. Напомню хронологию. В 2018 году были многочисленные незаконные задержания. У меня в квартире дважды побывал ОМОН. Это всё происходило без возбуждения уголовного дела. Меня пытали электрошокером, одевали два пакета на голову, избивали в наручниках. Затем поместили в психиатрическую больницу незаконно, удерживали там 62 дня, ни кололи, ни пичкали. Вышел оттуда по прецедентному решению апелляционного суда ХМАО. То есть факт незаконного удержания был доказан. За слов адвоката это прецедент России был. Тогда мне пытались менять статью 282, это организация экстремистского сообщества. С марта 2022 года занимаюсь ситуацией вокруг травмцентра города Сургут. Это и просрочка, и угроза убийством, и подделка документов. В общем, там 4 или 5 уголовных дела. Видео можете посмотреть по ссылке. Уже 17 видео вышло по ситуации вокруг травмцентра города Сургут. В прошлом году, 19 августа 2022 года, прошел суд по ЖКХ. Я подавал иск о незаконных двух отключениях из семи моей квартиры от электричества. Суд был выигран. Решение принято в мою пользу. Компенсация морального ущерба 12 тысяч плюс 6 тысяч штраф якобы управляющей компании. В ходе этого заседания под аудио-видеопротокол в присутствии очевидцев, как минимум четырех, мной было заявлено о пиратстве в сторону якобы управляющей компании ОООК ДСЖ. Данное заявление до сих пор никем не опровергнуто и не протестовано. 11 января 2023 года. Прецедент. Апелляционный суд ХМАО по той же теме ЖКХ оставил решение первой инстанции Сургутского городского суда в силе. Решение вступило в законную силу и по факту якобы управляющей компанией ООК ДСЖ должна моей персоне 12 тысяч рублей и 6 тысяч государству в виде штрафа. Ни одного решения суда, что персона Антона Николаевича Булгакова или Булгаков Антона Николаевича является должником управляющей компании на данный момент нет. Также было принято авторское право и было заявлено о подзыве. Далее будет иск о компенсации материального ущерба, который уже превышает примерно 150 тысяч. Еще раз напомню, это прецедентное решение для всей страны. В этот же день, 11 января 2023 года, в Сургутском городском суде прошел суд над старшей медсестрой Матвичук Ольга, которая по версии следствия довела медсестру Айжан до самоубийства. Тоже прецедентный суд, прецедентная ситуация для ХМАО. Не знаю, как для страны, но для ХМАО точно. В этот же день, 11 января 2023 года, когда прошли два суда по ЖКХ над медсестрой, был составлен рапорт с обнаружением признаков по статье 282 Организации экстремистского сообщества. И на следующий день, 12 января 2023 года, возбуждено уголовное дело по статье 282 Организации экстремистского сообщества в отношении не установленного круга лиц и шестерых людей в городе Сургут. Через четыре дня, 16 января 2023 года, прошла премьера видео суда над медсестрой. Данное видео бьет все рекорды и прёк просто график вверх. То есть интерес со стороны общества колоссальный, общественный из-за нас колоссальный, прецедентное видео. На следующий день после премьеры видео, 17 января 2023 года, в 6 утра, в городе Сургут были задержаны 6 человек по уголовным статьям 282 Организация экстремистского сообщества и 282.1, это разжигание розни, что ли, как-то так. В Сургуте были задержаны 6 человек, в официальной информации сообщается, что еще в городе Лентори и в городе Самаре были задержаны, провели обыск, изъяли все вещи. И некоторым избрана мера пресечения, это арест в СИЗО, а другим домашний арест. Напомню, что данные уголовные дела возбуждены в отношении неустановленного круга лиц, возможно еще кого-то будет привлекать. На следующий день, 18 января 2023 года, поступают странные звонки Олесе от некого Романова Руслана. Олесе написала заявление в полицию с требованием выяснить и провести уголовную процессуальную проверку. На следующий день, 19 января 2023 года, на канале Сургут Назор выходит видео со всеми странными звонками, поступающими в адрес Олеси Губановой, то есть свидетеля, и Радика, то есть потерпевшего. То есть я предполагаю, что пытается оказать давление на потерпевшего и свидетелей по уголовному делу по статье 110 ФУК РФ, это доведение до самоубийства. Я в роли журналиста освещал этот процесс и был допущен к введению видеофиксации в ходе процесса. Через час после выхода этого видео мне поступили два звонка с того самого номера, с которого звонил некий Романов Руслан Олесе. Он мне высказал фразы, цитирую, «вплоть до летального исхода». Напомню, слово «летальный» переводится с латыни как «смерть». Я усмотрел в его словах признаки статьи 119, это угроза убийством, и статьи 144 УК РФ, воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста. Кстати, подобные звонки поступали, я предполагаю, от этой же персоны, Романова Руслана, и другим СМИ в городе Сургут. Через два дня, 21 января 2023 года, на знаменитого блогера Хмао Ксению Носову заводят уголовное дело по статье 309 УК РФ, это подкуп свидетеля. В номере статьи, могу ошибаться. В этот же день, 21 января 2023 года, мне стало известно, что на еще более известного блогера Хмао, дорогая Айгуль, у нее была удалена официальная страница, где были размещены за последнее время два видео про фразу губернатора Комаровой «Там все вдоль». Где находится Айгуль, сейчас неизвестно. С ее личной страницей тоже были удалены данные видео. Все, что я вам рассказал, местные СМИ абсолютно игнорируют и даже наоборот пытаются выставить каким-то лидером секты. Это написал статью «Неупокоев Евгений», это псевдоним, под которым действует некий гражданин К. После подачи иска к информационному агентству «Ура.ру» данные слова «секта», «лидер секты» и с признаками секты были удалены из данной статьи. Но доказательства есть, будем доводить это дело до логического завершения. В данный момент идет проверка со стороны полиции, устанавливается личность некого гражданина К, который действует под псевдонимом «Неупокоев Евгений». С чем эта вся ситуация связана? Я усматриваю критическую ситуацию для всех блогеров, для всех правозащитников ХМАО и, возможно, по всей стране. В данном конкретном случае, то, что связано со мной, я усматриваю, что ноги растут, я предполагаю на 90%, что ноги растут со стороны травмцентра. Высшее руководство – это, скорее всего, старшая медсестра травматологии, либо главный врач Гарайс, либо кто-то, связанный с ними. Это мои предположения. Вторая причина, я вижу, связана с темой ЖКХ, потому что создан прецедент. Многие могут использовать решение апелляционного суда, которое уже вступило в силу, и по которому якобы управляющая компания является моим должником через мою персону. Ну и третья версия, я теряюсь в догадках, я много чем занимаюсь, люди постоянно звонят, обращаются, просвещая всех, учу правозащите. Ситуаций много, по 23 звонков в сутки поступает, постоянно всем помогаю, разъясняю, то есть учу отставить свои права. Хочу сообщить, что звонки со стороны некого Романова Руслана о летальном исходе я воспринял как реальную угрозу своей жизни и здоровью. Учитывая то, что он звонил несколько раз не только мне, но и Олесе и другим СМИ в Сургуте, я предполагаю, что он намерен довести свои высказывания до конца. Я предполагаю, что в этой ситуации есть некий заказчик. Я надеюсь, что следственные органы заинтересуются этой ситуацией и выяснят, кто спровоцировал данную ситуацию и кто, по моему предположению, оказывает давление на журналистов, которые освещают эту ситуацию, на потерпевшего и на свидетелей. В соответствии со статьей 6 Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, которая принята в резолюцию 61-177 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2006 года, возлагая всю ответственность за возможное насильственное исчезновение, а также за пытки, угрозы и причинение вреда здоровью и жизни на начальника Следственного комитета Ермолая Владимировича. Так как неоднократно ему высказывались заявления о том, что они недолжным образом исполняют свои должностные обязанности. Также Ермолаеву 2 сентября 2022 года был вынесен от имени народа города Сургут в этом недоверии и утрате чести. Но он до сих пор занимает свою должность и продолжает, по моему мнению, воспрепятствовать расследованию всех уголовных дел. Он пытается оказывать давление, в том числе на меня. Когда Олеся Губанова была у него на приеме, он выставлял коробки большие с надписью «Булгаков Антон Николаевич». То есть, возможно, готовит какое-то уголовное дело, чтобы возбудить, я предполагаю, что, скорее всего, по статье 2.82. Либо в рамках уже возбужденного уголовного дела. А еще, учитывая тот факт, что мы ходили к Ермолаеву 2 сентября, вынесли ему вводом недоверия и утраты чести, на следующий день вышло видео об этом на канале «Сругой Назор». А на следующий день, нет, через 3 дня, 5 сентября, вот этот гражданин Кадис, учий под свидетельным неупокоив Евгений, разместил статью о том, что лидер сектора Антон Булгаков жалуется Генеральную прокуратуру на начальника Следственного комитета Ермолаев. Я предполагаю, что заказчиком данной статьи является именно Ермолаев. В случае негативных событий также будет применен закон Магнитского о противодействии коррупции, а также международное право. Еще раз напомню, ситуация критическая для всех блогеров-правозащитников в регионе Хмао. Благодарствую. Субтитры сделал DimaTorzok